Новости продолжает эфир канала Хабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. В Актюбинской области локомотив столкнулся с пассажирским поездом сообщением Бишкек-Самара. В результате два вагона и тепловоз сошли с рельсов. Пострадавших нет. Устраняли аварию больше семи часов. Сейчас пассажирский поезд уже отправился по своему маршруту. Причины и обстоятельства произошедшего выясняет специальная комиссия, сообщили в КТЖ. В полиции Актюбинской области прокомментировали ДТП со школьниками, в результате которого скончалась несовершеннолетняя девочка, а четверо других пассажиров оказались в больнице. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Авария произошла накануне вечером на четвертом километре автодороги Ушалкар-Базой. За рулем внедорожника находился 15-летний подросток. Он не справился с управлением и машина вылетела в кювет и перевернулась. По факту аварии начато досудебное расследование. К событиям в мире. Товарный поезд сошел с рельсов в американском штате Угая. Инцидент произошел недалеко от города Спрингфилд. С пути слетели 20 вагонов. Железнодорожная компания, владеющая составом, заявила о том, что пострадавших нет. О причинах ЧП не сообщается. За последний месяц это уже не первый подобный случай в Угая. Месяц назад в этом же штате сошел с рельсов другой товарный состав, принадлежащий той же компании. В Перу вновь начались митинги. Протестующие вышли на улицы столицы и требуют отставки президента, освобождения бывшего главы государства Педро Кастильо и национализации добычи лития. Полиция применяет слезоточивый газ для разгона митингующих, а демонстранты пытаются перекрыть улицы мусорными баками. Отмечу, в стране прошла череда протестов еще в декабре. Тогда в результате различных инцидентов погибли по меньшей мере 60 человек. Необходимость совершенствования политики деторождения отметил премьер Госсовета Китая Ли Ки Цян. Он традиционно выступил с докладом о работе правительства на сессии Всекитайского собрания народных представителей. Стимулирование рождаемости связано с отрицательным приростом населения в прошлом году впервые за последние 60 лет. Парламент КНР собирается раз в год. В этом депутаты изберут председателя КНР, утвердят нового премьера и его заместителей. Ожидается, что пост главы государства в третий раз займет Си Цзиньпинь. В своем выступлении премьера подвела итоги работы за прошедший год и период определил задачи на текущий. Планы на год. Следующий рост ВВП примерно на уровне 5%. Безработица удержится на уровне почти 5,5%. Продолжится сокращение удельной энергоемкости ВВП и суммарных выбросов основных видов загрязняющих веществ. Особое внимание будет уделено ограничению потребления ископаемых источников энергии, улучшится экологическая обстановка. Мы будем придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики, развивать отношения дружбы и сотрудничества со всеми странами мира. Лед вокруг Антарктиды растаял до рекордно низкого уровня. Об этом сообщает издание The Guardian. Площадь ледяного покрова вокруг континента сократилась почти до 2 миллионов квадратных километров. Это минимальный показатель за 44 года спутниковых наблюдений. А в прошлом месяце подобные антирекорды фиксировали дважды. Отмечу, что по мнению ученых, истончение морского ледяного пояса Антарктиды грозит повышением уровня Мирового океана. Штормовое предупреждение объявлено сразу в нескольких регионах Казахстана. По данным Казгидромета, осадки в виде снега и дождя, а также гололед, ожидаются практически на всей территории страны. Метеорологи предупреждают об усилении ветра местами до 20 метров в секунду. На севере, востоке и в центре республики ожидается низовая метель, а на западе и юге туман. Департамент паучей с Алматы предупреждает о лавинной опасности. По информации, в период с 5 по 7 марта в бассейнах рек Большой и Малой Алматинки возможен сход снега. Спасатели рекомендуют в ближайшие дни воздержаться от похода в горы, а в случае непредвиденной ситуации можно обращаться за помощью по номерам 112 и 109. 236 улиц до конца года отремонтируют в Казаларде. В числе масштабных проектов расширение проспекта Султана-Бейбарса. 4,5 километра дороги, соединяющая автобан Западная Европа-Западный Китай с трассой Кумкуль-Жесказган, планируют превратить в четырехполосную автомагистраль шириной 14 метров. Обновят на данном участке фонари уличного освещения и автобусные остановки. По просьбе жителей в областном центре начнут строительство пешеходного моста через канал Казал-Жарма. Переправу построят в микрорайоне Байтирек, где живут больше 10 тысяч человек. В целом на модернизацию инфраструктурных сетей города из республиканского бюджета выделят порядка 50 миллиардов тенге. Согласно экспертному заключению, на строительные работы отведено 12 месяцев, но мы планируем сдать мост раньше срока, примерно в августе этого года. В Индерском районе от Ираусской области успешно развивают предпринимательство. Сельчане активно участвуют в государственных программах, пользуются льготными кредитами и ставят на поток свой бизнес. Подробности у наших корреспондентов. Разведение перепелок житель села Куктугай Нурлбек Байкуатов начал заниматься в 2021 году. На первом этапе приобрел всего 30 птиц. В течение двух лет количество пернатых, отличающихся высокой яйценоскостью, достигло 600 единиц. Останавливаться на этом предприниматель не собирается. Планирует участвовать в государственных программах и расширить семейный бизнес. Сейчас государство очень хорошо поддерживает начинающих предпринимателей. И этим надо пользоваться. К примеру, я хочу представить свой бизнес-проект на конкурс безвозмездных грантов. Если выиграю миллион тенге, хочу улучшить условия содержания птиц, расширить пространство и увеличить поголовье до 2000 единиц. Свой бизнес на селе успешно развивает и Батыржан Наурсбеков. Два года назад мужчина принял участие в конкурсе государственных грантов. Полученные финансовые средства потратил на приобретение оборудования для стирки ковров. Оказывает услуги для жителей Индерского и Махамбетского районов. Обеспечивает работой нескольких сельчан. В 2021 году я подал заявку на участие в конкурсе государственных грантов. Выиграл 3 миллиона тенге и привез в Турцию современное оборудование для стирки ковров. Как я обязался, трудоустроил у себя 5 человек. Работаем в хорошей команде. Если молодежь занимает себя современными направлениями в бизнесе, то люди постарше предпочитают вести традиционное хозяйство, отмечают госслужащие. Выращивают домашних птиц, мелкий и крупный рогатый скот. Сельчане активно пользуются мерами государственной поддержки. Знают, насколько это выгодно. Выигрывают гранты, берут льготные кредиты. Успешно ведут свои дела. Специалисты отмечают, что если раньше молодежь из села уезжала, то сейчас понимает, где лучше, выгоднее и эффективнее расти. Стремится наладить не только свою жизнь, но и принести пользу для общества. Айсул Махмутова, Асланбек Шига, Рамантай Матенов, Жандос Рахметуллин, Хабар-24, Атарауская область. Вость Каменогорские нашли способ справиться с дефицитом механиков и слесарей в автобусных парках. Теперь к ремонту общественного транспорта в областном центре привлекают осужденных. И им работа, и городу польза. С одной из компаний департамент уголовно-исполнительной системы региона сотрудничает уже 14 лет. Анна Лисенбердина расскажет. Айдан Адима в колонии-поселении пятый месяц. Из них три работают в автопарке, помогают чистить моторы, разбирать их, учатся на автослесаря. Главное, есть заработок на погашение иска. Это возможность быстрее выйти на свободу и дальше не остаться без дела. Для себя вот работаем, учимся. Это принадлится в будущем. Даже кто-то захочет, например, работать дальше, поэтому уже практика есть. Здесь в любое место можно зайти или здесь остаться на работе, работать. Тем более, что уже есть примеры перед глазами. С этим автопарком департамент уголовно-исполнительной системы области активно сотрудничает еще с 2009 года. За это время работу здесь нашли более 500 человек, которые смогли даже за решеткой научиться новой профессии, а некоторые потом построили карьеру в этой сфере. Это очень хороший мотив. После освобождения у нас есть осужденные, которые после освобождения остаются работать в данной организации и доходили до заместителей директора. Сейчас здесь трудится 13 человек. В других автопарках тоже от 10 до 20 осужденных. Ежедневно их забирает специальный транспорт. Работы здесь много. Поломки на линии не редкость. Это живая техника. Сегодня работает, как человек шел, поскользнулся, упал, очнулся в гипс. То есть так же и автобусы выехали на линию. В непредвидимой ситуации всякие бывают ломаются. Но если нет, допустим, автобус не поломался на линии, ребята занимаются смазкой автобусов, которые стоят, допустим, на выходном или нет. То есть работа не обеспечена. А с этого года осужденные ремонтируют не только автобусы, но еще и трамваи. Анна Лесенберг, Нижгерова-Канов, Усть-Каменогорск, Хабар, 24. На 8% выросла статистика раннего выявления онкозаболеваний в Актюбинской области. Благодаря внедрению современных методов диагностики. Не последнюю роль играет и сознательность населения, говорят врачи. Люди стали чаще посещать поликлиники, интересоваться состоянием своего здоровья и активно проходить скрининги. Айсулу Махмутова с подробностями. Боли в желудке 69-летнюю жительницу Актюбе Любовь Мамедову стали беспокоить в конце прошлого года. Жалобы женщина незамедлительно обратилась к участковому врачу и сдала необходимые анализы. Результаты оказались неутешительными, но вполне обнадеживающими. Медики выявили колоректальный рак второй стадии. Спустя месяц пенсионерки сделали операцию, а сейчас уже готовят к выписке. Конечно, операция была очень сложная. Семь часов делали. Спасибо хирургам нашим. Здесь очень хорошие специалисты высшего класса. У них большой опыт. За счет них я хожу здоровой. Бесплатные скрининговые исследования сегодня проводят во всех поликлиниках области. На осмотры приглашают актюбинцев старше 30 лет. К кабинету врачей выстраиваются огромные очереди. У посетителей берут необходимые анализы. При выявлении каких-либо отклонений от нормы направляют к узким специалистам. Люди понимают, что нужно проходить. И они с каждым годом все активнее приходят. И выявляемость есть. За два месяца выявлено два положительных гемокультетеста. Но среди них онкологии нету. Есть геморрой. Среди маммографии тоже активность хорошая. Люди с удовольствием идут, потому что очень много у нас выявлено мастопатии есть. Наблюдается каждые два года. За два месяца уже 96 человек у нас прошли маммографию. М1, М2, выявлено М4, М5. Такого у нас пока нет. Благодаря проведению скрининговых исследований и бережному отношению актюбинцев к своему здоровью, в регионе выросла статистика раннего выявления онкологических заболеваний. Из трех тысяч человек, состоящих на учете в онкоцентре, у 30% диагностирована первая и вторая стадии рака. Больным назначен полный комплекс необходимых процедур. Безусловно, количество заболеваемости у нас растет. Опять-таки это связано с внедрением методов диагностики, современных методов диагностики. То есть улучшилось. Во-вторых, это сознательность пациентов. То есть они уже начали доверять, уже участвовать в этих скринингах. Ранняя диагностика – это залог того, что мы можем победить онкологию. Лет 10-15 назад уже опускали руки, скажем так, условно. То сейчас мы уже можем позволить себе сказать о выздоровлении даже. По словам медиков, первое место как в структуре заболеваемости, так и среди причин смертности сегодня занимает рак желудка. Также часто злокачественные новообразования выявляют в легких и молочной железе. Айсул Махмутова, Булат Молдагалиев, Актубе, Хабар-24. В Караганде прошел фестиваль «Мои друзья, мое богатство». Он был посвящен 75-летию заслуженного деятеля Казахстана Дюсена Кассиинова. Поздравить юбиляра приехали исполнители из России, Азербайджана, Италии, Турции и Узбекистана. Знаменитый скрипач Дюсен Кассиинов имеет множество наград за укрепление культурных связей с этими странами. Для казахстанского зрителя звучали известные композиции «Роза Рымбаева», «Паллада Бельбюль-Аглы» и «Роза Амановы». Музыкальное сопровождение обеспечивал Академический симфонический оркестр имени Ирки Гали Рахмадзиева. В жизни самое большое значение имеет дружба, особенно дружба людей, которых объединяет общее дело, в данном случае музыка, искусство и культура. И вот в этом фестивале участвуют артисты из девяти стран. Есть гости певцы, есть гости инструменталисты. Мы рады опять все вместе показывать эту концертную программу дружбы и свои сердца, со своей любовью выходить на сцену и дарить нашим слушателям свои песни. Для меня это большой праздник. Потому что так редко бывает, что столько стран на одной сцене, представителей разных стран, народов объединились, и все мы воспеваем дружбу и любовь. В данном часу пока все новости. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.